Всем спокойствия и здоровья в это непростое время. Я хочу рассказать о таком средстве связи, очень актуальном в наше время, как Бастион. Что такое Бастион? Это программное обеспечение с открытым исходным кодом. Это означает, что любой, кто достаточно квалифицирован, может заглянуть в алгоритмы работы этого программного обеспечения и понять, по каким принципам оно работает. Понять исходный код может не каждый, но тем не менее. Когда мы, допустим, берем программное обеспечение вроде Windows, Windows, операционная система, там вообще ничего неизвестно, что она отправляет, что она делает с нашими данными, что сохраняет. То же самое касается наших смартфонов. Возьмем, например, Android, операционная система многих мобильных устройств. Несмотря на то, что она сама по себе вроде как открыта, можно посмотреть, но каждый разработчик, каждый конкретный производитель берет исходный код, что-то там меняет, что-то навешивает, и опять же мы не можем отследить, что там конкретно происходит. Но давайте ближе к Бастиону. Я предполагаю, что большинство людей, которые смотрят это видео, недостаточно понимают в том, как работают современные IT-технологии, поэтому буду выражаться максимально образно, максимально просто, на естественных доступных аналогиях. Бастион – это социальная сеть, где на первый план выдвигается отсутствие цензуры и финансовая независимость. Бастион основан на протоколе, который устойчив к цензуре. Он основан на технологии блокчейн. Он децентрализован, то есть не имеет единой точки отказа. И он безопасен в определенной мере, достаточно высокой. В разработке Бастиона незадействованы корпорации, централизованные сервера, и модерация контента осуществляется сообществом. В социальную сеть внедрена монета Pcoin, на базе которой работает очень много внутри механизмов. В частности, это вознаграждение для тех, кто создает контент для этой социальной сети и для участников, которые рекомендуют регистрироваться в данной сети другим людям. Здесь открытый исходный код, как я уже сказал, и одинаковые прозрачные правила для всех. Бастион может обходить современные распространенные тактики цензуры, блокировки доменов, запретные накомыслия. Также на Бастионе можно загружать и смотреть видео. За отличие во мнениях, вас блокировать не будут. Бастион не требует персональных данных, номер телефона к аккаунту не привязываются. Соответственно, это дополнительный уровень безопасности и приватности. Мотивация создателей – это свобода. Они не хотят, как и большинство нормальных, здравых людей, зависеть от корпораций, от банковской системы, которая, как спрут, опутала все сферы нашей жизни. Тут нет зависимости от доменов, сайтов, которые могут быть легко заблокированы. Напрямую разработчики Бастиона никого не могут забанить. Это моделируется пользователями сообщества. Бастион – это как биткоин, то есть платежное средство, но только с функциями социальной сети. Таким образом, внутри этой социальной сети можно организовывать товарно-денежный обмен на базе Пикойна. Это как раз защита нас в будущих не очень приятных событиях. В самом низу этой страницы есть ссылки на загрузку клиентов Бастиона для различных платформ. Выбирайте свою, скачивайте. Кстати, для интересующихся, вот это репозиторий на GitHub, в котором хранятся исходные коды всех связанных с Бастионом проектов. Так что, либо можете кому-то из знакомых программистов показать, чтобы он посмотрел, либо сами, если разбираетесь, все открыто. Бастион работает на технологии блокчейн. Это означает, что все данные записываются в открытый реестр, и каждый может посмотреть, что происходит, что происходило, ну и будет иметь доступ к тому, что в будущем будет происходить. Не будем погружаться в блокчейн технологии, как это работает. Важно просто понимать, что эта часть есть. Блокчейн. Теперь к этому блокчейну можно обращаться из разных мест. Например, можно поставить приложение на свой мобильный телефон, и это приложение будет обращаться к блокчейну, что-то в него записывать, что-то из него читывать. Соответственно, такое приложение ставится либо из Google Play для андроидов, либо через App Store. Эти магазины могут заблокировать, к этому нужно быть готовым, поэтому вы должны знать места, где скачать приложение для телефона в формате APK напрямую. Вот здесь страница bastion.com.applications. Я ссылку оставлю в описании к видео. И здесь можно загрузить либо для macOS, либо для Windows приложения, либо для Android, например, вот Download, APK и так далее. Для Linux версии есть практически для любой платформы, чтобы в случае любых блокировок можно было иметь доступ к сети. Соответственно, можно приложение поставить на ноутбук. Оно также будет обращаться и взаимодействовать с этим блокчейном. Ну и можно это делать из браузера, например, из браузера Chrome, Firefox, неважно. То есть, когда мы вводим bastion.com, то попадаем вот на главную страницу социальной сети. Здесь лента, как в обычных ВКонтактах, Одноклассниках и прочих Фейсбуках. И мы нажимаем на Войти, если у нас уже есть существующий аккаунт, либо мы регистрируемся. Об этом мы как раз сейчас поговорим. Но еще пару слов о блокчейне. Блокчейн – это распределенная система, то есть хранится этот реестр записей данных не на одном сервере, не на одном компьютере, а на нескольких. И благодаря хитроумному алгоритму они между собой синхронизируют всю эту информацию и поддерживают блокчейн в актуальном состоянии. Эти точки называются нодами. Они запущены в разных странах мира. На данный момент bastion уже завоевал популярность действительно во всем мире. Поэтому нод уже немалое количество, и вы можете присоединиться к этим нодам. Это уже более сложная тема. Если будет интересно, я ее освещу. Таким образом, ноды хранят в себе либо часть вот этого всего блокчейна реестра, либо весь, в зависимости от типа этих нод. Из всего вышесказанного получается, что вот эти приложения, которые ставятся на мобильный телефон, на компьютер, они являются клиентами. А источник данных находится в неком размазанном состоянии, между всеми вот этими нодами. Сам блокчейн – это отдельный продукт. Исходный код его находится тоже отдельно. А вот эти вот клиенты, они также написаны отдельно. И если кого-то не устроит алгоритмы работы клиента, например, как он сортирует новости, или как он делает какие-то разные вещи, то можно вообще, в принципе, отказаться от официального приложения и написать свое. Такое может быть, если сообщество, допустим, разочаруется в текущих разработчиках, того самого бастиона, и может написать свое приложение, потому что пока работают ноды, этот блокчейн тоже работает. Ну и пока эти ноды хранят информацию, эту информацию нельзя просто так изменить благодаря хитрым алгоритмам блокчейна, можно написать совершенно новый клиент, и он будет подключаться к этому блокчейну и работать по его правилам. И может быть, эта система окажется более честной. Опять же, все зависит от сообщества. Поэтому здесь полная децентрализация. Решения хоть и принимаются разработчиками, но всегда можно от этого отказаться, потому что исходный код виден, все прозрачно. Если кому-то что-то не нравится, он может взять исходный код блокчейна или клиента на каком-либо этапе, потому что все этапы разработки, они все сохраняются, вся эта история видна. Вот были какие-то изменения, раз изменения, два, три, четыре и так далее. Допустим, вот здесь начало происходить что-то не то, по мнению некоторых людей. И они берут исходный код, который написан был на ранних этапах, ответвляют его, копируют и начинают делать так, как они считают нужным дальше. В этом сила так называемого open source, то есть открытый исходный код в переводе. Это была достаточно важная теоретическая часть. Если вы не все из этого поняли, нормально. Я постараюсь какие-то вещи раскрыть далее. Но теперь о преимуществах самого бастиона. Зачем вообще это нужно делать? Почему это в наше время колоссально необходимо? Вот возьмем социальную сеть. Например, ВКонтакте. Она находится на централизованных серверах, управляемых компанией ВКонтакте или той компанией, которая управляет ей. Соответственно, все данные проходят через эти централизованные сервера и можно осуществлять модерацию. Можно написать хитрые системы искусственного интеллекта, а они уже работают, которые будут вычленять людей по определенным критериям. Например, тех, кому не нравится текущая ситуация. Кто об этом высказывается, пишет в определенном контексте, с определенным настроением, о современной системе искусственного интеллекта, хотя я предпочитаю называть его все-таки имитацией интеллекта, потому что настоящего интеллекта там нет. Так вот, вся ваша информация, она видна. Шифрование имеет место быть, но только между вашим компьютером и их серверами. Соответственно, человек по пути, с определенной долей вероятности, может, конечно, перехватить эти данные, может быть, даже их взломать как-то, но это достаточно трудоемко. То есть, это защищает вас от внешних угроз, но не защищает от просмотра информации сотрудниками компании, а также службами, которые имеют по закону доступ к базам данных этих компаний. Мы на самом деле не знаем, какие структуры государства имеют возможность смотреть в эти базы данных, какие там внутри соглашения. Это для нас непрозрачно, если мы не являемся инсайдерами или у нас нет знакомых, которые реально это могут сказать, подтвердить. Но, тем не менее, все это выглядит очень небезопасно и модерация, цензура на этих платформах начинает зашкаливать. Возьмите хотя бы Facebook, Instagram, да и вообще везде это, в принципе, уже зашкаливает на данный момент. Соответственно, здесь распределенные системы вроде всяких блокчейнов и продуктов, построенных на основе них. Это еще называется P2P, одноранговые сети. То есть, по-английски, peer-to-peer пишется вот так. В общем, в этих сетях нет центрального сервера, а, соответственно, лишь только алгоритм, который, опять же, в данном случае, в случае Бастиона, прозрачен, позволяет регулировать всю эту систему. Все это работает на принципах шифрования. Теперь рассмотрим еще одну небольшую концепцию, которая важна именно для понимания того, почему Бастион действительно является защищенным и почему внутри него никто не сможет просмотреть ваши данные. По крайней мере, это может случиться с очень малой степенью вероятности. Сейчас мы рассмотрим, как работает шифрование в современных системах. Так называемое асимметричное шифрование. И причем я постараюсь это сделать на очень простом и понятном образе. У вас есть какое-то сообщение. Вы хотите отправить его на другую сторону B. Ваша сторона называется A. Хотим доставить сюда. По пути наше письмо, наше сообщение проходит через множество точек, через маршрутизаторы, через различные сервера и прочее, прочее. В общем, цепочка очень сложная. Соответственно, на каждом из этих устройств можно взять и просто прочитать сообщение наше. Нам этого очень не хочется, поэтому мы должны применить какую-то технологию шифрования, чтобы это все не происходило. Есть технологии симметричного шифрования, есть технологии асимметричного шифрования. Не будем погружаться в детали, рассмотрим сразу асимметричное шифрование, причем на достаточно простом и понятном примере. Представим, что наши письма это сундуки. На этих сундуках может быть замок, да? И нужен ключ для того, чтобы этот замок открыть. Я, как человек, который хочу отправить сундук с замком, чтобы никто его не смог вскрыть, приобретаю себе замок, уникальный какой-то, да? И ключ к нему. Соответственно, с той стороны происходит аналогичная ситуация. Там покупают замок и ключ к нему. Вот эти комбинации, они уникальны. Теперь, чтобы мы могли друг другу отправлять сообщение, мы должны обменяться замками, как это ни странно бы звучало. Я свой замок отдаю стороне Б, сторона Б свой замок отдает мне. Что получается? Когда я хочу отправить письмо А, я закрываю его замком стороны Б. Получается, что когда я со стороны А, со своей, хочу отправить на сторону Б сообщение, я беру замок и вешаю его на письмо. И отправляю это письмо. Так как замок не мой, а той стороны. Ключ для открытия этого замка есть на той стороне. Соответственно, этот сундук можно очень легко открыть. Аналогично с той же стороны. Там находится мой замок. Этим замком закрывают сундук и отправляют его на мою сторону. Соответственно, у меня от моего замка есть ключ. Я его без проблем открываю. Очень важно понимать эти концепции на вот таком простом примере. Дело в том, что замок во всей этой аналогии, если применять его к реальным программам и асимметричному шифрованию, называется публичный ключ. Потому что он отправляется по открытым каналам связи. А вот эта часть, ключик, называется приватным ключом. И остается всегда на моей стороне. То есть приватный ключ никогда нигде никому не сообщаем. Если вы где-то столкнетесь вот с этой технологией парой публичный-приватный ключ, то приватный ключ никогда никому не сообщаем. Только публичный ключ. В итоге получается, что аналогия с замком это способ быстро зашифровать наше письмо и отправить его. А ключ для расшифровки этого письма находится на той стороне. Соответственно, с той стороны та же самая история. Мы применяем публичный ключ, чтобы зашифровать письмо, а приватный ключ, чтобы его расшифровать. Нет смысла погружаться в эти алгоритмы глубже. Нужно просто себе уяснить эту схему. Зачем нужен публичный ключ? Зачем нужен приватный ключ? Теперь с этими простыми аналогиями и знаниями мы можем начать регистрироваться в Бастионе и понять основные, самые важные концепции. Переходим на bastion.com Напоминаю, все ссылки будут в описании к видео. Либо, если вы смотрите это в Телеграме, в описании к посту. Переходим на регистрацию. Можем выбрать иконку пользователя. Выбираем какой-то псевдоним, наше имя, например. И нажимаем присоединиться сейчас. При этом e-mail указывать не обязательно. Здесь нас просят ввести капчу, какой-то случайный набор букв. Нажимаем далее. И все. Мы, в принципе, уже внутри системы. Вот мое имя уникальное. И можно выбрать темы, которая мне интересна. Например, далее. Ну, или можно было пропустить. И вот теперь самый важный этап, который нужно вот прям обратить на него внимание. Вот это вот наш приватный ключ. На самом деле это называется сид фраза, но не важно. Пусть это будет ваш приватный ключ. Мы его копируем в буфер обмена и куда-то сохраняем. Запомните раз и навсегда. Ваша сид фраза, ваш приватный ключ, это единственный способ доступа к вашему аккаунту. Если вы потеряете его, то считайте, что вы полностью потеряли доступ к вашему аккаунту. Система устроена так, что только приватный ключ дает доступ к данным аккаунта. И никак иначе. Никакая техподдержка, никакой централизованный сервер здесь не существует. Но именно такую цену приходится платить за анонимность. Кстати, возвращаясь сюда и сравнивая такую платформу, как Bastian, например, с ВКонтакте, вот эти приватные и публичные ключи для шифрования, они хранятся на сервере. То же самое касается, например, Telegram. Несмотря на то, что в чатах вот эти публичные и приватные ключи также создаются, чтобы шифровать сообщения, но на самом деле эти ключи все равно хранятся на серверах Telegram, как бы они это ни говорили. И они делятся ими со спецслужбами и вообще, в принципе, их можно получить. Поэтому даже технологии безопасных чатов, они не являются таковыми полностью. Я абсолютно не верю, что такие гиганты, как Telegram, вообще никуда эти приватные ключи не сохраняют и никак не взаимодействуют с правительствами. Даже если сейчас этого нет в полной мере, в какой-то момент это все равно произойдет. И все переписки, они все равно вскроются. В Бастионе же все прозрачно открыто и ваши приватные ключи для расшифровки сообщений никогда никому не передадутся. Так устроена система и быть иначе не может до тех пор, пока кто-то не внесет изменения в эту систему. Но тогда, опять же, это сообщество начнет быть видно, все это всплывет и люди просто перестанут пользоваться Бастионом. Еще тут важный момент о том, как хранить сид-фразу. Самый надежный способ, наверное, это куда-то записать. Может быть, взять какую-то книгу из своей библиотеки, нафорзаться где-то там записать аккуратненько, маленькими буквами. Либо взять несколько книг, половину фразы записать в одной книжке, половину на другой, или как-то еще хитрым образом раскидать вот эти слова из сид-фразы, из приватного ключа. Пусть мы будем смешивать эти понятия на данный момент. Самое главное понимать, что приватный ключ и сид-фразы нужны для того, чтобы вы могли получить доступ к вашему аккаунту. Придумайте любой способ, как вам сохранить эту сид-фразу. Чего я не рекомендую делать, так это хранить ее прямо на компьютере, тем более на рабочем столе, в обычном текстом файле. Это худшее, что можно придумать. В крайнем случае, используйте менеджеры паролей. Есть такой софт, но и то это не 100%. Используйте холодное хранилище. Холодное хранилище это, например, флешка, которая не подключена постоянно к компьютеру, который подключен, скорее всего, к интернету. И шанс того, что кто-то залезет в ваш компьютер и украдет доступ к ключу, соответственно, получит к вашему аккаунту доступ, этот шанс минимален. Конечно, всегда можно эту флешку потерять, кто-то ее может украсть, но для этого он должен знать, что вы именно в этой сети зарегистрированы, вы найдете какую-то там деятельность интересную для кого-то. Соответственно, здесь шансов меньше. По крайней мере, нужно ворваться в ваш дом, тогда уже все равно это будет немножко другая история, нежели просто кто-то незаметно для вас проник в компьютер, забрал вашу сет-фразу и ушел. Там уж точно концов не найдешь. В общем, здесь мой посыл понятен. Необходимо хранить это все в нескольких местах, как-то с дубликатами, по-хитрым, если вам важен доступ в ваш аккаунт. Конечно, никто не мешает еще раз зарегистрироваться в Бастионе, но, вероятно, у вас там есть какие-то переписки, подписки на разные группы. И уж тем более, если вы ведете какую-то деятельность. Например, распространяете информацию через свой аккаунт, загружаете видео, публикуете посты. Плюс, если вы какая-то медийная личность в этой социальной сети, то, скорее всего, вам не хотелось бы, чтобы кто-то получил доступ к вашему аккаунту и от вашего же имени начал производить какую-то дезинформацию ваших подписчиков. Надеюсь, здесь я достаточно понятно все объяснил. Нажимаем «Я сохранил свой ключ», больше не напоминать об этом. И мы внутри сети «Бастион». Рассмотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, это раздел «Лента». Мы сейчас в нем находимся. «Популярные видео». Здесь у нас строка, где можно написать какой-то свой пост, сказать, кому этот пост будет виден, прикрепить какие-то теги, картинки, создать статью здесь вот можно. Ну и так далее. Все аналогично другим социальным сетям. Вот здесь есть смайлики для выражения своих эмоций. Популярные видео здесь, я думаю, не составляют никаких сложностей в понимании. Дальше «Лента» тоже должна быть большинству понятна. В эту социальную сеть, так как она построена на криптовалюте «Биткоин», интегрировано платежное средство. Об этом мы тоже поговорим. Это колоссально важно в нынешнее время. Так вот, «Лента», она формируется согласно тем категориям, которые вы выбрали. Также здесь можно искать по тегам, вводить какие-то свои теги и разбираться со всем огромным массивом информации, которые уже на данный момент в этой социальной сети существуют. Выбрали вот такую тему. Сразу увидели, что по этой теме публикуют. Самые свежие новости вверху. Вот здесь мы видим последние комментарии. Тоже бывает очень интересно и полезно. Здесь курс «Монеты Пикоин». К этому мы еще вернемся. Дальше подписки. То, на что вы подписаны, будет отображаться здесь. Ну вот, например, я сейчас зашел сюда, на этого автора подписался и включил уведомления, чтобы они мне приходили. Теперь, если я захожу на подписки, то я сразу, к сожалению, ничего не увижу. Нужно некоторое время, чтобы изменения произошли. В общем, здесь будет все, на что вы подписаны. Тут надо понимать, что блокчейн работает не сразу, а с определенной задержкой. Поэтому это тоже дань, которую необходимо платить за приватность и за отсутствие цензуры. Кстати, о цензуре. Бастион все-таки имеет какое-то подобие цензуры, но это касается откровенных призывов к убийству, распространения порнографии. Вот какие-то такие совершенно откровенные вещи, которые точно против человечности. Раздел видео посвящен конкретно видеозаписам, которые загружены на платформу. Опять же, здесь все подряд. Здесь есть как с той стороны, так с этой стороны, в контексте и текущей ситуации. Поэтому очень важно фильтровать информацию. Но это опять же дань тому, что здесь нет цензуры. Вы можете публиковать свою точку зрения. Кто-то может публиковать свою точку зрения. И до тех пор, пока не приходят какие-то совершенно критические границы, эта информация будет публиковаться. Кстати говоря, вот я наткнулся на интересное видео. Это Даниэль Сачков. Вот он справа. Тот человек, который в принципе основал Бастион. Эта социальная сеть, она развивается уже порядка пяти лет. Сам Даниэль не является программистом в полном смысле этого слова. Он что-то в этом понимает, но он больше специалист по экономике, по математике, по безопасности. Ну и по многим другим очень интересным вещам. Сильно советую. Кстати говоря, вот и уведомления на подписанный канал. Так вот, этот человек, в общем-то, руководит и координирует разработку Бастиона. Очень много видеозаписей есть на просторах интернета, с ним на разные темы. Послушайте, очень интересно, очень познавательно. Вот здесь уведомления показываются. Очень удобно. Возвращаемся на главную страницу. Статьи. То же самое. На разные темы, интересующие вас. Пожалуйста, читайте, смотрите, что происходит. И самое главное, фильтруйте. Лучшие, это те посты, те видеозаписи, которые приобрели наибольшее количество звездочек. Вот здесь видите, каждому посту есть звездочки. Я могу поставить пять звездочек и, соответственно, повысить рейтинг этой записи. Она будет выше ранжироваться в социальной сети. Также мы тут можем видеть, сколько людей всего оценило, кто конкретно оценил. И можем поделиться этой записью, либо отправить кому-то в чат, чаты мы рассмотрим, либо сделать репост на своей странице, либо поделиться во внешних источниках, ну или просто скопировать ссылку. Также мы можем поблагодарить автора внутренней валютой Picoin. Про Picoin опять же чуть позже. Можно сделать комментарий какой-то, написать ваше мнение по этому посту, ну или проголосовать за чужие комментарии, нравятся они вам или нет. Это тоже помогает ранжированию и отражает реакцию посетителей Бастиона на контент, который создается участниками этой социальной сети. В этом разделе «Лучшие» есть еще промежутки времени, за которые мы хотим посмотреть «Лучшие». Так что этим тоже можно пользоваться. Теперь по поводу чатов. Вот здесь будут отображаться все последние чаты. Можно нажать сюда, раскрыть списочек и получить более детально разные чатики. Вот допустим «Бастион» это системный чат, он нас приветствует. Далее, если мы нажимаем вот сюда, то видим все контакты, которые у нас есть, чтобы выбрать кого-то, с кем мы хотим связаться. Здесь можно поискать по имени, но так как именем является то имя, которое мы ввели изначально, вот у меня оно такое, то именно по нему и нужно искать. Это опять же приватность. Тут есть настройки, можно закрепить окно чата и можно отправлять отчет про чтение. То есть с той стороны будут видеть в таком случае, что вы прочитали сообщение. Мы переместились на страницу нашего аккаунта. Здесь аватарка, здесь имя и здесь несколько разделов. Тут будут перечисляться те публикации, которые я сделал. Например, тестовая публикация в разделе «Политика» без изображения. Опубликовать. И вот публикация ожидает подтверждения в блокчейне. Это как раз то, о чем я говорил. Необходимо какое-то время подождать. И тогда ваша публикация появится в ленте. Здесь репутация. Она вычисляется на основе суммарного рейтинга, который выставили вашим публикациям. Вес каждой оценки зависит от того, какая оценка у того, кто оценил. Поэтому чем более рейтинговые пользователи оценивают ваши публикации, тем выше растет ваша репутация. Здесь отображена дата регистрации моего аккаунта. А здесь адрес моего кошелька Бастиона. Это и есть кстати говоря публичный ключ. Вот его там можно распространять без проблем. Более того, именно на этот ключ вам могут отправлять пикоины. Если вы допустим становитесь активным автором или просто ведете какой-то товарный обмен через эту социальную сеть. Я кстати говоря могу иметь несколько аккаунтов и между ними переключаться. Вот здесь нажимаем на добавить аккаунт и добавляем соответственно. По поводу вот этого ключа я сейчас зайду на обозреватель блоков блокчейна Бастиона. И здесь много конечно непонятного но я прямо сейчас могу поискать по своему публичному ключу. И вот здесь отображены транзакции которые связаны с моим адресом. Здесь вам скорее всего ничего непонятно будет но это отражение всего того что происходит с моим аккаунтом. Вот это есть блокчейн он отделен от вот этого сайта. Сайт может быть совсем другим и он может взаимодействовать через блокчейн вот с этими накопившимися данными. Самое главное иметь доступ к своей сетфразе к приватному ключу. Я намеренно их смешиваю потому что это разные вещи но для понимания приватный ключ сетфраза то что ни в коем случае никому нельзя передавать. Кроме случаев когда вы делаете это реально осознанно. Все данные о вашем аккаунте записываются сюда и можно создать новый клиент который будет обращаться к блокчейну считывать визуализировать информацию и тем самым обеспечивать работу всей сети. обозреватель блоков вот он находится по адресу bastion.com slash block explorer позволяет визуально отобразить содержимое блокчейна вот этой вот большой огромной распределенной размазанной базы данных. если погрузитесь в тему то в принципе можете понять что здесь происходит. Это непросто но возможно было бы желание. Здесь мы видим список всех нот тех о которых я уже говорил вот этих самых нот которые обеспечивают работу сети их адреса в интернете названия и какие-то другие важные характеристики как видите их немало но не будем о сложном продолжим по бастиону по важным его функциям. Подписчики это те люди которые подписались на мой аккаунт а подписки это те на кого подписался я можно отключить уведомления либо отписаться заблокированные понятно те кто вам не понравился поделиться здесь понятно также можете сделать ссылку реферальной для того чтобы люди регистрировались по вашей ссылке и тогда за это могут быть какие-то бонусы управление здесь раздел уведомления более подробно репутация это более детальное описание состояния вашего аккаунта здесь циферка самой репутации здесь ваш статус можете поподробнее почитать о том как это работает также в зависимости от вашей репутации и количества такой он на счету у вас есть ограничения например количество постов промежуток времени количество постов с видео, количество звезд, которые вы можете поставить, количество комментариев, которые вы можете оставить, количество оценок комментариев, которые вы можете сделать за период времени, количество жалоб, которые вы можете подать, ну и количество статей, которые вы можете написать. А вот это статистика. Вот период, а вот различные показатели. Здесь, я думаю, все понятно. Возможно, вам будет интересно, кто воспользовался вашей реферальной ссылкой. Сколько раз? Здесь будет циферка. Кошелек это состояние вашего внутреннего кошелька. Здесь есть несколько кошельков, есть адрес аккаунта, а есть кошелек. Вот адрес аккаунта это как раз вот эта цифра. И это то, что отображается у вас вот здесь, вот на вот этом адресе аккаунта. Если мы вернемся обратно в блок Explorer, вот с этим именно адресом связана вот такая сумма пикоинов на счету. Здесь я думаю понятно. Кошелек уже касается ноды. Здесь мы не будем погружаться, а вот здесь суммарно то, что есть на вот этом кошельке, плюс то, что есть на вот этом кошельке. Дальше вы можете свои пикоины на счету отправлять. Выбираем либо с кошелька, либо с адреса аккаунта, либо с общего счета. Это нужно, если, допустим, у вас на адресе аккаунта меньше, чем вы хотели бы отправить, нежели суммарно у вас и на кошельке, и на адресе аккаунта. Дальше вводим адрес, либо выбираем из списка контактов, ну вот или подписок наших, сумму пикоинов и прикрепляем какое-то сообщение. Есть комиссия, эта комиссия рассчитывается, все это отправляется и работает. Если вы хотите приобрести пикоины, то можно воспользоваться сервисом peer-to-peer, то есть от человека к человеку напрямую. Либо купить с карты, либо купить за криптовалютой, если у вас есть криптовалюта и вы умеете ей пользоваться. Но вот peer-to-peer ведет на списке постов, где предлагается купить пикоины. Либо за какое-то действие, либо просто обмен денег на карте на пикоины. Так что можете попробовать. Здесь я советую попробовать продавца проверить на честность, взяв сначала маленькую сумму пикоинов, а потом постепенно увеличивая и не брать сразу от непонятного человека на большую сумму. Вот видите, кто-то поставил оценку моей публикации, видимо просто расставлял эти самые оценки случайным образом. За это тоже есть бонусы. Чем активнее вы в сети, тем выше растет ваш рейтинг. Алгоритмы постоянно совершенствуются и улучшаются. Вот это пикоин коммерс, да? Текст специальный, который позволяет найти предложение о продаже, покупке пикоинов. С кошельком более-менее разобрались. Теперь редактировать профиль. Можно изменить иконку пользователя, можно изменить свое имя в любой момент, изменить язык интерфейса, написать немножечко о себе, указать свой сайт какой-то внешний и адрес для пожертвований. Это может быть либо биткоин, либо лайткоин, либо монера кошелек. Если вы разбираетесь, опять же можете это оставить здесь. Вот видно, что есть входящая транзакция. За последней публикацией мне начислено 0,17 тысячных пикоина. Видите, баланс обновился. В уведомления это тоже записалось. Давайте перейдем, поставим еще плюсики и видно, как социальная сеть работает. Сами видео тоже распределены по вот этой сети из нот, так что это тоже не хранится где-то на централизованных серверах. Здесь различные настройки аккаунта. Например, можно отключить предварительный просмотр ссылок. То есть ссылки будут просто отображаться как есть в виде текста, не будет уточнений по этой ссылке. Может быть это вас напрягает, поэтому можно отключить. Также уведомления, при различных событиях будет ли воспроизводиться звук. Здесь касательно видео, автовоспроизведение, например. Довольно важная опция. Отчеты я рекомендую отправлять, чтобы разработчики Бастиона улучшали социальную сеть. Анимации. Можно не открывать ссылки в приложении, тогда они будут открываться вовне. Например, в браузере или в Телеграме, смотря куда ведет ссылка. Можно поменять тему. Мне нравится темная тема, она меньше напрягает глаза. Аккаунты. Аналог вот этой менюшки. Система. Этот пункт, скорее всего, вам не понадобится, потому что здесь больше информация по нодам. Если интересно, можете погрузиться в эту тему. Мои видео. Здесь, в этом разделе, можно загрузить свои видеозаписи в сеть Bastion. Но для этого нужно выполнить определенные условия. Чтобы вам можно было загружать видео, вам нужно иметь либо не меньше 5 пикоинов, либо 50 очков репутации. Можно показать приватный ключ, нажав вот сюда. Вот он. То есть, пока у нас доступ есть к самому аккаунту, мы можем всегда этот ключ вспомнить и записать. Если же потеряли доступ, потеряли ключ, все, пиши прощай. Ссылочка на блок Explorer здесь также имеется. Ну и кнопка выйти убирает авторизацию, и вы выходите из сети Bastion. Скачать приложение. Мы уже рассматривали. Не забудьте загрузить заранее на все свои платформы. На компьютер, на телефон. И сохраните себе ссылки на репозитории для скачивания клиентов. Вот эта важная ссылочка. Обязательно сохраните ее. Она ведет на последние версии продуктов для разных платформ. Вот здесь внизу есть такой раздел Assets. Bastion APK. Это для мобильного телефона на базе Android. Дальше Debian. Это для Linux. DMG. Это для macOS. EXE. Для Windows. Ну и также здесь исходные коды есть. Скорее всего вас это не заинтересует. И вот здесь есть версионирование. То есть, это версия 0.8.11. Она собрана для разных платформ. Вот здесь ниже 0.8.10. Здесь все изменения, которые были внесены между различными версиями. И все достаточно наглядно и прозрачно. Так что это себе сохраните на всякий случай, чтобы всегда можно было загрузить актуальную версию. В случае чего? Если, например, сайт Bastion заблокируют. А такое может быть, потому что в интернете работает система DNS. Domain Name Service. Если совсем просто, то она позволяет конвертировать вот эти адреса, символьные, в IP-адреса, которые понимаются устройствами в сети интернет. Соответственно, если мы блокируем доступ к системе шифровки, то bastion.com не конвертируется в IP-адрес, который выглядит как-нибудь так. Ну, вы такое 100% где-то видели уже. Ну и, соответственно, дальше не происходит перенаправление на сайт. Если же мы скачиваем приложение на мобильный телефон, то тут нам абсолютно по барабану. То же самое касается приложения для ноутбука, для компьютера. Программа эта у нас стоит, она работает, она никак не связана с этой системой доменных имен, и все прекрасно продолжает работать. Более того, разработчики имеют планы на то, чтобы позволять работать вот этой системе Bastion даже через радиосвязь. И это возможно. Поэтому такие вещи, они в случае ухудшения ситуации со связью, могут быть просто колоссально полезны. Это позволит оставаться на связи. Более того, я сейчас скажу о системе внутреннего обмена. Вот этот пикоин в какой-то момент может стать для определенных сообществ средством товарного обмена. Например, если изымают наличные изобращения и всех переводят на так называемые центральные валюты центральных банков, где все абсолютно под контролем, вплоть до того, что могут запрограммировать ваши личные деньги на то, чтобы они начали сжигаться по истечении какого-то времени, например, тем самым заставляя вас их тратить и запрещая фактически вам их накапливать. И там есть очень много проблем, связанных именно с этим. Пикоин же всего этого лишен. Но тут очень важно уметь пользоваться вот этой вот сетью, понимать, что там происходит. И это может быть спасительным кругом в предстоящих глобальных событиях. Надеюсь, что достаточно понятно донес до вас то, что такое данная социальная сеть Bastion. И рекомендую вам, даже если вы не будете пользоваться ей сейчас, зарегистрироваться, поставить себе везде приложение, чтобы в случае чего заиметь доступ. А лучше, конечно, купить себе пикоинов хоть какое-то количество и попробовать ими даже как-то расплачиваться за какие-то, может быть, услуги, рассказать всем своим друзьям. Если у вас есть выходы на какие-то социальные сети, на какие-то группы, паблики, попробуйте порекомендовать это видео, разместить им, чтобы люди тоже смогли зарегистрироваться и иметь средства связи на крайний случай. Ну, либо начать пользоваться, что еще лучше, прямо сейчас. Параллельно вместе с ВКонтактами, Фейсбуками, Ватсапами и прочими. И также не забывайте прикреплять свою реферальную ссылку для того, чтобы вам за регистрации других людей начислялись бонусы. Это такая программа мотивации. Всем всего хорошего, желаю удачи, терпения, сил в этой непростой ситуации. Но так или иначе, все будет хорошо. Я в это верю и надеюсь, что в вас эта вера также не потухла. Всего хорошего.